доброго времени суток дорогие друзья сегодня мы с вами узнаем что таки я нашла в процессе разбора еще пары коробок у себя на складе это вдаваться в глубокие подробности я не буду в общем и целом значит водок пряжи я забрала с собой домой то что мне пригодится то что мне пригодится в моем рукоделии а вот здесь у меня был отрез меха а вот не знаю я буду с ним что-то делать или нет но я тоже забрала мало ли я решу какую-нибудь на табуретку пуф сделать что такое нитки крючки еще пряжа давайте посмотрим какая а это начатое и это начатое к я начинала вот этой вот пряжи делать такой как шарф с орнаментом свою национальную тему даже вот орнамент я первый раз орнамент делала протяжкой и видите как у меня получилось что он такой стянулся немножко вот мы посмотрим я же положим все вместе так что еще в этом мешочке подкладка липучка короче здесь все рыжие по ходу движения мешочек и платочек отлично это к слову о том почему нужно периодически просматривать то что вы отложили на потом что вполне возможно если вы что-то делаете это в ваших идеях это может вполне пригодится вот значит следующее тоже из швейного я начинала тоже свою эту национальную тему такая вот сумочка потом будет доделаю обязательно забрала гуашь во-первых там у меня супер холодно я не знаю когда я смогу переделать склад в мастерскую вот она глядишь живая и я глядишь даже белая ну глядишь смогу что-то хорошее из нее сделать посмотрим окей это один из самых-самых первых моих блокнотов вот такой вот был сделан в четырнадцатом году 65 лет ждал своего часа вот в чем принцип того что вы разбираете эти вещи которые у вас давно лежали и почему я говорю что вы находите то что вам сейчас нужно вот у меня здесь как бы плоскогубцы вот и я не знаю игрушки я скорее всего делать не буду но тем не менее я нашла к игрушкам глазки вот то есть как бы такая очень приятная мелочь у меня вчера прямо был бальзам на душу возвращаться со склада потому что мне грело душу то что я нашла материалы например да а вот ближайшее время будем вместе с вами жить вот а это в 2014 году у меня магазин занимал помещение полуподвальное и меня умудрились затопить сверху вот и в общем незадача попались констовары в итоге как бы вот мне в нагрузку досталось три блока они как бы белые то есть если положить под пресс то этой бумагой еще можно пользоваться но это такое то буквально черновики вот которые ну если что не жалко выбросить но скажем так по тем временам это получается почти три доллара за вот это вот я отдала я распотрошу пачки посмотрю какие листы пригодны ну по идее все нормально и буду их использовать ну вместо одежды так у меня тут стопочка коробочек и собственно говоря на этом будет все это первая коробочка с моими украшениями эту коллекцию я делала очень давно наверное в году 2009 как-то так одно из моих украшений на мне сейчас полностью я разбирать не буду я вам просто покажу что она полна вот что здесь и как здесь и как это все выглядит напомнить себе но и заодно показать вам я сниму отдельно то мы сразу же уберем в сторонку так я забрала также если я все таки решусь вот как раз шить у меня теперь будут ой булавочки а вот здесь же у меня бисер нитки леска переворачивать не буду иначе посыпется ну вот как то вот оно тоже все полное так следующее опять же когда ручки маркеры и все прочее лежит достаточно давно и долго они имеют свойство высыхать соответственно вот я взяла перебрать то что у меня была коробочка как раз с ручками маркерами и всем прочим посмотреть текстовый делитель и все что на живое не живое вот отдельно тоже снимем я сейчас просто информативно да и вот тоже у меня тут материалы всякие разные тоже для украшений это еще ждет своего часа с 2007 года представляете насколько давно долго и упорно плотненько я откладывала все то что все то чем заниматься вот как-то так видео быстро и короткая продержалась по верхам показала что можно найти интересного в недрах вот я более чем уверена что у большинства людей за время жизни скажем так скапливается очень много того что откладывается на какое-то потом друзья мои потом никакого не существует мы живем здесь и сейчас смотрите пользуйтесь теми вещами которые вам приносят удовольствие и радость и серьезно проверено на себе самый замечательный способ выйти из хандры доски и еще чего-нибудь да это вот как раз заниматься тем что вам интересно поэтому обязательно добавляйте в свою жизнь какое-то хобби все всех обнимаю всем пока спасибо за просмотр и до новых встреч друзья